доброго времени суток мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала меня зовут марина и я готовлю простые вкусные блюда из недорогих продуктов присоединяйтесь будем готовить вместе подписывайтесь ставьте лайки делитесь своих любимых соц сетях за добрые комментарии большое спасибо девчонки мальчишки сегодня готовлю аварский хинкал у меня курица оставалась я ее сначала перчиком присыпала и солью посолилась ли сначала думала пожарю потом что-то мне захотелось хинкал взять в общем я положила его воду сейчас поставлю буду варить пока мясо будет вариться мы будем делать тесто на хинкал так девочки для хинкала нам нужно килограмм муки будет пол-литра кефира я беру такой кефир 2,5 процента кефир чабан пол-литра возьмем пол-литра значит одна чайная ложка соли полную чайную ложку соли сюда при насыпаю и чайную ложку соды можно и в кефир наливать можно и в муку насыпать сразу насыпаю муку перемешиваю все так и наливаю пол-литра кефира сюда так и замешиваем тесто так девочки мальчики тесто замесила тесто такое должно быть тугое теперь оно должно полежать с полчаса потом дальше покажу что делаю так девочки пока у меня мясо варится тесто еще время есть я делаю соус значит я сделала две головки чеснока я пополам сделала два соуса сделала вообще можно еще конечно и третий соус но сметанки мне нету без сметанки пока обойдемся значит что я делаю у меня есть вот такой набор для зажарки здесь помидоры в общем здесь все свежее не вареное ничего все свежее с солицилкой такое делала на уборке я делала такой соус ребятам понравился так что значит я сюда немножко положу так накладывая перекладываю баночку здесь все свежее вот она не вареное ничего просто свежее перемешали я буду делать этот салат покажу вам очень вкусно кстати зажарка с ним вообще обалденная и так соус сделать тоже вкусно так и вот ну вот половинку положила и на эту половинку я ложу чеснок теперь все это пробью блендером а вторую часть чеснока сюда я юшку соберу с бульона и сделаю с этим чуть-чуть персик перчик сюда положим сейчас буду показывать так девчонки смотрите вот я бульон собрала юшку чуть-чуть присолить приперчить можно и через блендер пробить да вот это но он такой берется будет можно просто размешать вот так вот хорошо растереть и смешать с бульончиком ну а третье можно да я уже говорил со сметаной можно с кефиром кстати говоря туда добавить можно и чеснок точно также соль перец и еще добавляют орех грецкий орех граблю тоже очень вкусно получается но мы делаем сегодня аварский хинкал делаем такие два соуса так вот так сделано сюда переложу можно блендером я сказал сказал пробить но я не буду пробивать блендером так оставлю если блендером пробью это масса вся такая белесая станет так желтенький так девочки мясо готово я мясо вытаскиваю аккуратно сюда сложу а в этом бульоне сейчас мы будем варить хинккал аварский так девочки полчаса прошло достаю наше тесто и будем раскатывать мне просто раскатывать тесто накрыть чтобы не подсыхало ну а это раскатываю раскатываем толщиной примерно один сантиметр так теперь нарезаем можно на ромбики нарезать можно на квадратики кому как нравится так режу на ромбики вот видно да вот один сантиметр толщиной так просто так так Так, и последний. Девочки, бульончики я процедила и еще немножко добавила кипятка. Сейчас закипит и будем бросать, варить хинкал наш. Так, бульон у нас закипел. Теперь берем, опускаем наш хинкал. Так, половинку пока опущу. И варим. Далее, еще остальные тоже. Думаю, что поместятся все. Все, варим. Я приготовила шпажку специально. Их надо будет, когда вытаскиваешь, протыкать надо. А пока сейчас другие загружу. Поднос. Так. Помешиваю. Варим на большом огне. Открываем. И не бульончик. Здесь надо будет. Вытаскиваем. Варим на большей части. И варим варим на большей части. И варим варим. Уверен. И варим на большей части. Варим на маленькой части. И отбираем. так у меня еще кусочек теста остался его сейчас тоже раскатаю так девочки первая партия сварилась теперь я достаю и быстренько-быстренько протыкаю их горячие зубочистки взять так все одна партия готова у меня следующий раз я зубочистку возьму и удобнее будет так закладываем вторую партию а Вмешаем, чтобы они все не слиплись там. Так, ну, последнюю партию готовлю. Девочки, вот смотрите, какие получились, симпатичные все. Так, девочки, блюдо наше готово, оно у меня на демонстрационный столик не помещается. Я так сниму его. Готовьте, пробуйте, это не сложно, это вкусно. Но это правда очень вкусно. Честно сказать, у меня не все получились. Некоторые, наверное, я все-таки их прозевала. А эти все пышненькие, красивые, вкусные. Приятного аппетита и пока-пока!